Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я бы хотел немного отойти от тематики видеоигр и поговорить о другой, не менее интересующей и не менее повлиявшей на меня теме, музыки, а именно о моей музыкальной ностальгии. Не так давно мой хороший друг и коллега Стас Хохелл начал на своем канале цикл передач под названием «Музадрот», возможно, вы их уже видели, в которых он и многие приглашенные им гости, и в целом, кому интересна эта тема, рассказывают и делятся воспоминаниями о том, как сформировались их музыкальные вкусы, о том, какая музыка сильнее повлияла на нести или иные моменты жизни и как вообще развивалось это музыкальное направление в 90-х и последующих годах. И поскольку я, как человек, который лет 7, наверное, увлекается игрой на гитаре и в частности рок-музыкой, естественно, не мог обойти эту тему стороной, и поэтому предлагаю тебе, Стас, привет, собственно говоря, и вам, дорогие зрители, мой такой небольшой, надеюсь, интересный рассказ о том, как сформировались мои музыкальные вкусы, как я, собственно, собрал все, что вы видите на моем столе, и в целом, что повлияло на меня в детстве, на тему того, как я, в принципе, докатился до такого музыкального стиля, который играю, собственно говоря, сейчас. В общем, погнали! Это выпуск под названием «Музадрот» или «Мои кассетные воспоминания». Эх, далекий 1991 год. Мне три года, стою я, значит, на табуретке перед большим телевизором «Фотон», наверху которого стоит небольшой магнитофонный аппарат под названием «Электроника 311 стерео». Значит, стою я на табуреточке, играю машинками на крышке телевизора и слушаю из колонок музыку что-то вроде бы «А ты такой холодный, как айсберг в океане». И еще там был Караченцов, который пел «Кленовый лист, кленовый лист». И очень много других исполнителей постсоветской и постсоветской эстрады, песни которых были записаны на одной из аудиокассет, стоявших также передо мной. Собственно говоря, вот они, вот эти вот четыре кассеты. На самом деле их было больше, но в целом они выглядели примерно вот так. Стандартная TDK 90-минутка, ANGFA 90-минутка, JVC 90-минутка, на которых моими родителями были записаны различные песни Аллы Пугачевой, Игоря Корнирюка, Николая Караченцова того же, по-моему, была еще Маша Распутина, что-то был... А, Игорь Скляр был со своей песней «Недельку до второго я уеду в Комарова». Были еще, я помню, «Земляни», которые пели про... А, «Земля в иллюминаторе видна», конечно, да, конечно, да. В общем, все вот эти вот исполнители были записаны моим отцом на вот подобные аудиокассеты, которые у меня сохранились по сей день. Сейчас, к сожалению, на них уже нет этих записей, потому что мы с братом удачно пару лет спустя, наверное, все это постирали набор интересующих нас музыку. Но именно эти записи были самыми первыми, которые я запомнил из детства, слушая их на стареньком аудиомагнитофоне «Электроника». Данный аудиомагнитофон прослужил нам, по-моему, всего-то от силы пару лет. Но вообще он был куплен в середине 80-х, по-моему, моим отцом. Но когда мне уже было 3, 4, по-моему, 5 лет, уже он был на последнем издыхании. Я вот только помню, что отец, а отец у меня, в принципе, радиоэлектронщик, он все время говорил, что надо заменить пасенки, потому что они вообще не фурычат. Но, по-моему, так он, наверное, не смог этого сделать, потому что он все равно не фурычал. Но, тем не менее, вот этот период с 90-го, наверное, до 93-го года запомнился моей жизнью именно прослушиванием вот этих вот записей постсоветской эстрады. Еще у нас была вот такая аудиокассета «Свема». Эту кассету я слушал, на самом деле, чаще остальных, потому что на первой стороне этой кассеты, на вот этой вот самой, были записаны песни Олега Газманова, я помню, что там была песня «Иди Саул», «Что ты бросил коня», но, в общем, целая сторона была забита песнями Газманова, и на самом деле они были достаточно прикольные, достаточно ритмичные, и мне из всего этого многообразия нравились больше всего. А вот на второй стороне обложка, которая уже, сами знаете, он крем была собрана, понимаете же, да? На второй стороне были записаны песни Александра Розенбаума, которые слушал мой брат периодически, и несколько песен Игоря Талькова. И вот, короче, вот именно с кассеты Олега Газманова, наверное, мои музыкальные вкусы начали более-менее формироваться. Это та кассета, которую я чаще всего слушал. Я просто становился на табуретку и стоял часа два перед магнитофоном, пока прокрутятся полностью обе стороны кассеты, и что-то там игрался маленькими машинками, прям перед этим магом, так сказать. И вот это, понимаете, это то, что, наверное, привили мне мои родители. У меня вообще родители никогда не интересовались зарубежной музыкой, кроме, разве что, он где-нибудь, опять же, разрешенный в союзе коллективов, вроде Аббы, вроде Дина, кстати, уже не помню, как его звали, что-то Бонни Эм, что-то вот такое, вот знаете, да. И они никогда не углублялись в рассуждение о том, какая музыка является хорошей, какая является плохой. Но они, поскольку мои родители воспитаны еще, можно сказать, на коммунистических таких принципах, они оба считали, ну, вернее, больше отец, конечно. Отец считает, что это совершенно такая чужая абсолютно хрень, и что вся западная музыка, особенно рок-музыка, это чистейшая ерунда. В этом его переубедить было совершенно невозможно, но мама относилась к музыкальным предпочтениям более лояльно. И, в принципе, все, что нравилось нам с Виталинком, вот по-настоящему нравилось, она могла это понять. Вот, но все это, опять-таки, то, что слушали в основном они. А вот мой старший брат слушал различную тоже музыку, но из того периода до 93-94 годов, мне больше запомнилось, когда он включал вот эту вот аудиокассету Sony. Совершенно не подписанная, но я думаю, что таких было довольно много вообще в наших российских семьях, потому что именно на них записывались различные западные хиты. Собственно, выглядели они все примерно вот так. На этой кассете были записаны песни группы Кармен. Кармен, наряду с технологией, наверное, это были наиболее любимые моим братом такие поп-коллективы, которые были в нашей стране. Я ничего не помню, помимо того, ничего не помню из того, что он слушал из российских коллективов того периода, кроме Кармен и технологии, но могу сказать, что из-за рубежки он слушал гораздо больше всего. А я, поскольку он меня к магнитофону никогда не допускал, никогда не допускал меня к своим аудиокассетам, естественно, слушал в основном то, что он включал для себя. То есть мои первые музыкальные вкусы и, в принципе, музыкальное видение формировалось исключительно теми, кто был у меня старше. Вот. А Виталик слушал вообще очень много всякого разного, начиная там с Ace of Base, если говорить о поп-музыке. Ace of Base, Pet Shop Boys, Rambla, песня у него очень любимая, Dr. Alban, It's My Life, это был вообще хит, но, по-моему, он был чуть-чуть позже, но в целом у меня воспоминания все это примерно смешиваются в один период. Вот. Но где-то уже там в годы с 94-го, или может с 93-го, он переключался все больше на западную рок-музыку. То есть в его магнитофоне частенько можно было услышать песни группы Парк Горького, песни группы Металлинка, Скорпион, Сварлок, иногда даже Куин, но ничего не помню такого. Стас, не в обиду. Ничего не помню, чтобы в нашей квартире частенько, ну, вообще, чтобы, в принципе, играли песни группы Куин, и чтобы мне Ветальд про них что-нибудь рассказывал. Он слушал, в принципе, все, что было возможно достать на аудиокассетах, и чтобы это было не попахивало такой, знаете, советчиной. Он не любил ни Газманова, ни все, что я перечислил вот выше. У меня, кстати, отец вообще исключительно слушал советскую музыку. У него на вот этих вот кассетах Акфа ТДК можно было встретить даже Шифутинского. Хотя Шифутинский это вроде как боезападное, да, потому что он эмигрировал, и все свои записи в основном делал уже за бугром. Но он уважал Шифутинского, и также он уважал Вилли Токарева. Хотя он, в принципе, поскольку как человек, который не особо любит западную музыкальную культуру, а их, в принципе, можно назвать и теми, и другими, но неприязнь к нему не испытывался, да, у Чистенкова. Он вообще любил шансон. Вот что потом стали называть шансоном, тогда это называли просто блатняк. То есть Токарев, Шифутинский, Высовский даже тоже, но все равно это как бы у него было все-таки, все эти песни были на русском языке. Вот, а Виталик слушал вообще абсолютно много чего зарубежного, и я помню больше всего, что ему нравилось именно Металлика. Металлика, Скорпионс, и если говорить о поп-музыке, то Ace of Base. Вот, но перелом, наверное, случился сначала тогда, когда абсолютно накрылся наш магнитофон Электроника, и родители нам купили году в 93-м, он китайский магнитофон iStar, который был двухкассетный. И благодаря тому, что он был двухкассетный, Виталь дофигнейше всего начал переписывать у своих друзей. И вот примерно в тот период его более-менее, так знаете, захватила волна такой военной бардовской песни. Примерно вот когда ему было лет 14, вот 94-й год, он с друзьями очень часто стал слушать музыку просто акустической бардовской песни с военной поэзией. То есть Карабах, в основном вот Саня Карабах был его любимым. Он слушал Розенбаума, он слушал песни подводников, я не знаю, где они вообще с пацанами доставали такие записи, совершенно ужасного качества, спеты чем-то под гитару, такими еще юными, совсем тоненькими голосами, но песни типа там «Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку правую, на голову фату». Вот у него вот эта поэзия очень часто играла именно, вот звучала из колонок нашего новенького Айстара. И я опять-таки пропускал все это через себя. И вот примерно уже к году, к 95-му, он стал частенько брать у друзей акустическую гитару, приносил домой и дома бренчал, пытался эти самые песни попробовать сыграть на гитаре. В тот же самый период, когда он вот особенно вот так основательно подсел на Высоцкого, на вот эту вот всю военную афганско-карабахскую тему, тогда же он однажды принес домой две аудиокассеты, которые купил не так далеко от нашего дома на небольшом рынке. Вообще раньше аудиокассеты в целом были сплошь пиратские, я вообще не думал, что у нас дома за все это время была хоть одна рецензионная аудиокассета вплоть до 96-го года. Собственно говоря, кассету, которую он тогда принес, вернее, одну из двух, и, наверное, сильнее всего сформировала мои музыкальные вкусы на всю последующую жизнь. Потому что первой кассетой был сборник песен группы Дюна, из которых мне, в принципе, больше всего понравились песни про пулемет, которая октябрьская, партизанская, еще был обалденный такой пластилиновый клип, я помню, по телеку показывали, частенько мы переслушивали с Ведером. А вторая кассета была с песнями группы, которая стала моей, собственно говоря, группой номер один. Это был сборник песен группы Кино, с песнями альбома группа Крови на первой стороне и Звезда по имени Солнце, собственно, на второй. Так, наверное, называлась группа Кино 88-89. Совершенно непримечательная, обыкновенная пиратская самописка, кстати, от нашей ростовской конторы Ронис, кассеты с логотипами, которые очень часто ходили вообще у нас в области, и очень многие группы, многие песни зарубежных групп были прослушаны нами именно вот на подобных этой кассете. Вообще, на самом деле, я не помню, чтобы до того, как Ведер эту кассету купил, чтобы он когда-нибудь слушал песню группы Кино у нас дома. Хотя потом он мне позже рассказывал, что была у него когда-то, когда ему было лет 8-9, была у него тоже самописная кассета с песнями из альбома Ночь, которую он периодически переслушал. Ну, до меня, естественно, это уже совершенно никак не запомнилось. Это было про Пуски, когда я только родился. Вот, но когда он купил эти две аудиокассеты, Дюна и Кино, вот именно вторую кассету с песнями группы Кино, он слушал гораздо чаще. И, в принципе, опять же, когда он это делал, мне не особо так прям это, можно сказать, нравилось. Просто как бы он включал, а я слушал и даже не обращал внимания. И вот так вот спустя, наверное, месяцев 5, может быть, 6, уже ближе к концу 95-го года, я вдруг стал замечать, что мне, в принципе, уже как бы каждая песня более-менее знакома. Многие я уже, оказывается, знал практически наизусть. И после каждой песни я уже знал, какая будет идти следующей, и какая в каждой песне будет припех. Я, на самом деле, как бы не особо придавал этому значения, но просто мне это уже как-то немножко ко мне приелось. И, в принципе, меня совершенно не раздражало, и более-менее даже нравилось. Но ключевым фактором, наверное, во всем стало то, что как раз в тот период Ветель купил себе акустическую гитару. Я помню, как они с отцом поехали тоже в какой-то музыкальный магазин, и приехали с огромной, по моим тогдашним меркам, просто огромной гитарой. И Ветель на этой гитаре начал пытаться играть все, что он тогда, в принципе, слушал. То есть и военные бардовские песни пробовал играть, тоже «Звезду пойми и солнце». Но при родителях он особо часто этого делать не любил. А когда мы с ним вдвоем оставались дома, он периодически пробовал это все играть. И мне это, в принципе, стало очень даже интересно. То есть до того момента получается, что из рок-музыки, особенно вот, ну, в принципе, из рок-музыки зарубежной, из нашей, реально, кроме кино, мне ничего как бы в душу не запало. Не зарубежные песни, там, групп Металлика, там, ACDC, там, Аэросмит, Назарет, которые он частенько гонял. Мне они совершенно не отпечатывались в мозгу, а вот именно песни Цоя, наверное, своей такой достаточно запоминающейся и простой поэзией, как-то просто вот врезались в память и со временем начали более-менее нравиться. Но кто такой Цой и, в принципе, что такое группа кино, ну, опять-таки, мы практически ничего не знали. Ветель, когда я уже начал интересоваться этим всем, Ветеля расспрашивал, и он тоже тогда ничего конкретного не мог сказать, кроме того, что вроде бы как Виктор Цой погиб в 89-м году, как он тогда считал, ну, соответственно, я тоже. И, в принципе, ни одной фотографии его достать было, ну, у него не получалось, по крайней мере. А всё, что я, в принципе, слушал в своём монитофоне, всё проходило через Ветеля. Поэтому если Ветель не мог достать записи, то или фотографии, то уж я это тем более. Но в 1996-м случилось то, что именно и стало катализатором того, что вот эта вот моя вся киномания начала разрастаться. Это то, что компания Maros Records начала выпускать альбомы группы кино в новом оформлении на аудиокассетах. И вот, собственно говоря, одной из первых, попавшим ко мне в руки, стала кассета не с альбомом, как, опять же, забавно, а со сборником «Неизвестные песни». Именно эту кассету однажды Ветель принёс домой, опять же, будучи взятой у кого-то из его друзей. И на ней я впервые услышал такие песни, как «Любовь – это не шутка», «Последний герой», «Лето» и, в принципе, вот. Те песни, которых не было на кассетах, на кассете «Связа премьи солнца» и «Группа крови». Именно из этой кассеты я тогда впервые, собственно, и узнал о составе группы кино. Впервые, можно сказать, увидел фотографию Цоя, потому что до этого нигде ничего подобного не было. Но эта фотография здесь довольно стрёмненькая, и не особо по ней можно было рассмотреть самого Цоя. Она такая в жёлто-коричневых тонах, достаточно стилизованная, и трудно было по ней прям так и понять, как же он всё-таки выглядел. У него ещё, кстати, на этой обложке тоже такой очень интересный арт, переделанный с одной из фотографий. Тоже более-менее давал понять, как выглядел Цой в жизни, но, опять же, это всё такие стилизованные штучки. Ну и благодаря тому, что здесь же на обложке был написан состав группы кино, я тогда и понял впервые, сколько у него было человек в группе, и кто на чём играл. Но с этим связана, опять же, такая забавная история. Здесь на обложке написано, что музыкантов было шестеро. Сейчас мы все прекрасно знаем, что основной состав кино насчитывал четверых музыкантов. Это Виктор Цой, Юрий Каспарян, Энер Тихомиров и Георгий Гурьянов. Здесь все эти имена есть, но помимо них есть ещё Валерий Кирилов, есть Александр Титов, и есть ещё Алексей Рыбин. Тихомирова, кстати, нет, да. Я не придавал никакого значения тому, что в разные годы, а именно на этой кассете записаны песни разных лет, что в разные годы состав музыкантов менялся. И, будучи обрадованным, в принципе, что я получил какую-то, наконец-то, конкретную информацию о составе, я просто выписал все эти имена в свою тетрадку и думал долгое время, что их было шестеро. Но если бы я более внимательно изучил обложку, я бы понял, что речь идёт о разных годах. То есть ранний период, когда с Соем играл Алексей Рыбин, песни, с которыми они записывали в 82-м году, был один состав, а в 85-м, 86-м, когда уже были Каспаряна, Гурьянов и Титов, это уже другая история. Но эту кассету Ветер взял буквально на пару дней, и через пару дней он её внёс и отдал одному из своих друзей. Собственно, всю вот эту вот остальную коллекцию я уже начал собирать тогда, когда группа кино стала для меня, ну, чем-то прям совершенно выделяющимся из всего этого многообразия музыки. А многообразие было на самом деле огромным. В том же 96-м году, я помню, по СТС начали показ мультсериалов Диснея, вы, наверное, помните, это было вот самое начало, когда канал появился на телевидении, каждый будний день в 4 часа дня шли мультфильмы дневные. Я помню, они начинали с 3-х часов, когда там показывали Арнольда, показывали Охо Шеледеток, потом был час Диснея, где показывали Утиные истории, ЧПДЛ, Черный плащ и так далее. Я это всё к чему? К тому, что именно этот канал был для меня единственным каналом, на котором я мог посмотреть музыкальные клипы. У нас на нашем потоне совершенно не показывал MTV, и я ничего не знал об MTV вплоть до начала 2000-х годов. И, в принципе, любого рода клипы, которые показывали на ТВС, они шли у нас уже именно по СТС. То есть я попадал на мультинки, и вместе с этим между мультинками показывали по одному-два клипа. И вот среди этих клипов я впервые узнал такие имена, как Скэтмен Джон, как группа Аква. Я помню, была у них песня Барби Гёрл. Очень забавный был клип, такой очень танцевальный. В принципе, мне он достаточно нравился. Тогда же, я помню, ещё были... Ну, вообще, там, на самом деле, много было различных групп. Там Скутер были клипы, были клипы Бон Джови, были клипы группы Аттинс, которые перепевали на современный манер песни Аббы. Кстати, о Бабби. Вы знаете, я вот немного упустил из виду, что помимо кассетных, вот этих вот всех моих приключений и сборников, ещё была возможность послушать музыку в деревне. А в деревне у нас было целых два устройства. Это был бобильный магнитофон, и ещё у нас какое-то время стоял виниловый проигрыватель. Но на пластинках совершенно ничего интересного, я помню, когда в деревне в коллекции не было. Максимум, что я оттуда помню, это там были какие-то песни из фильма «Свадьба в Маринофе». Но и то, мне было тогда примерно года 3-4, когда этот проигрыватель накрылся, и больше я с винилом, в принципе, в жизни дел не имел. А вот на бобильном магнитофоне в деревне слушал тоже много чего. Слушал ту же Абу, того же Высоцкого, были ещё какие-то песни из кинофильмов, всякие шлягеры, вроде там из «Д'Артаньяна» или «Маштитёра» были песни, там типа «Пора, пора, порадуемся». Но, короче говоря, это всё равно было до того, как я начал собирать, собственно, аудиокассеты. Кстати, в середине 96-го года у Ветеля в коллекции кассет на магнитофон тоже появились кассеты иных рок-групп российского, так сказать, образца, которые тоже он довольно любил, и, в принципе, мне они тоже нравились. Это альбомы группы «ДДТ», такие как альбом «Любовь», альбом «Рождённый в СССР», это опять же всё те самые кассеты Ветеля, и альбом «Мир номер ноль», который является, можно сказать, сборником, предыдущих хитов. Вот эти кассеты тоже он слушал довольно часто, я помню, что он больше всего любил альбом «Любовь», и песня заглавная «ДДТ-Любовь» тоже вот из всего, наверное, репертуара группы «ДДТ» мне нравилась больше всего и нравится по сей день. Также он ещё брал у друзей кассеты с альбомами группы «Чайф», вот, например, вот этот вот экземпляр «Чайф. Оранжевое настроение 2». Его Ветелю подарил его друг Денчик, о котором я рассказывал неоднократно в выпусках «Дэнди Мэмори», вспомните, да, история про «Чёрного плаща». Это тоже та самая кассета, которую Денчик подарил Ветелю, а Ветель потом подарил мне. Очень прикольный на самом деле альбом, и в принципе, группа «Чайф» она всегда была для меня такой достаточно лёгкой, приятной, гитарной, и в целом можно её отнести было к рок-музыке. Ну, естественно, это было из разряда рок-музыки. И мне, в принципе, вот из всего, из всех рок-групп российского, так сказать, сегмента, наверное, больше всего нравится, помимо кино, именно «ДДТ» и «Чайф». Вот, но это я уже немножко отошёл в сторону других групп, давайте вернёмся к кино, потому что в середине 96-го года, опять же, благодаря гитаре Ветеля, я начал самостоятельно пробовать, разучивать песни группы кино под гитару. Самая первая была, естественно, «Звезда по имени солнца». Я вот помню, что самую первую песню, вот именно «Звезду по имени солнца» я разучил довольно быстро. Я, в принципе, когда Ветеля не было дома, я частенько брал потихому гитару и попытался побрынкивать. А когда он это замечал, он меня, за что ему большое спасибо, не ругал, а наоборот показывал мне, как правильно, то есть, как делать переборы, как ставить аккорды. И благодаря Ветелю я вот, наверное, за полгода научился играть до такой степени, чтобы мог самостоятельно сыграть песни «Звезда по имени солнца». И тут прикол ещё так вот в чём. Музыка «Звезды по имени солнца» строится на четырёх аккордах. А, М, С, Д, М, Дж. Когда я разучил вот эти самые аккорды, я пытался играть через них абсолютно все песни всех групп, которые я знал. То есть, и другие песни группы кино, и песни «Чайфа», и «ДДТ». Я помню, в тот момент очень много афганских военных песен, которые слушал Ветель, тоже базировался на подобных аккордах, и поэтому он их играл часто на одних и тех же аккордах. И я точно так же, когда запоминал наизусть те или иные куплеты, я тоже играл именно на них. И так продолжалось, блин, последующие, наверное, года четыре. Представляете, я четыре года играл одну и ту же мелодию, на основе которой играл абсолютно все песни. Я не знаю, на самом деле, хорошо это или плохо, это довольно странно, но в моей жизни было именно так, потому что, помимо этих аккордов, я совершенно не знал ни на каких других. Ветель пытался играть на баре, но ставить баре мне оказалось просто дико тяжело и сложно, и поэтому у меня не получалось. Я все играл через А.М. Вот. И в тот период, 96-97, мы с друзьями тоже стали залипать частенько у меня дома и пытаться побрынкивать те или иные песни. И в принципе, вот благодаря тому, что Ветель купил гитару, а купил он гитару благодаря тому, что его друг Ванька подсадил его на это занятие, благодаря всему этому вся наша компания стала, можно сказать, музыкально развитой. Вот. Не дать не взять. Потому что, когда ко мне приходил Илья, мы с ним пробовали играть, я пытался научить его тому, что умел сам. И на основе всего этого мы там придумывали собирать там различные группы. У нас там было три пацана, там Илья, Антон и я, к примеру. И мы там в 96-м году замутили, типа, давайте сделаем там группу, назовем ее там, не знаю, экстремисты и будем там записывать песни группы Клино, там все, что знаем, будет круто. И в принципе, да, в 8-летнем возрасте что было еще делать, это было довольно весело. И мы вот на этом во всем, можно сказать, крутились и музыка стала нашим вот таким вот основным занятием, помимо, естественно, видеоигр. Но мои друзья, конечно, к музыке группы Клино не питали прям такой уж симпатии, как я, и слушали на самом деле всякое разное. Я помню, в тот период Илья, например, очень любил слушать Майкла Джексона, это вот тоже его вот такая вот кассета, у него было два тома, но сохранился только один, правда, здесь уже совсем другая кассета лежит, но обложка, это та самая. Я помню, в 95-м году, он, в 96-м, когда он ездил на лето на Украину своим родственникам, он оттуда однажды привез кассету с саундтреком из фильма Mortal Kombat, который тогда совсем недавно вышел. И мы очень прям залипали под этот саундтрек, под эту тему техносиндром Immortals, это была просто бомба, и я очень хорошо помню, как однажды, когда мы сидели у него дома, я вместо Play случайно нажал на запись и затер примерно 2-3 секунды в начале этой песни, после чего Илья меня до такой степени отчитал, что я на него обиделся, и какое-то время с ним даже не разговаривал. Да, было и такое. Вот, ну в принципе, да, вот друзья слушали всякое разное, мы слушали там и Красную Плесень, и Сектор Газа, естественно, в мальчишеских компаниях тех лет это было основным занятием, потому что это было угарно, но мне на самом деле никогда особо это не доставляло, я это слушал только в компании. Когда я приходил домой, дома я слушал либо группу кино, либо то, что слушал Веттель, у него было там и ДТТ, и Ария, кстати, Арию он тоже слушал довольно часто, и мне некоторые песни типа там «Норфолк», или как она там называлась, что-то вот такое было, мне очень даже нравилось. Вот, ну а по мере течения времени, по мере того, как Мороз Рекордс начал издавать альбомы группы кино, мне, кстати, знаете, вот всегда очень нравилось в этих альбомах то, что у них такой вот классный дизайн на ребре, логотип кино с солнцем, вот это прям мне дико хотелось собрать коллекцию, но кассеты находить было очень трудно. помимо неизвестных песен, которые туда однажды Ветель принес буквально на пару дней, долгое время в мои руки не попадала ни одна из кассет Мороза, но зато попало однажды кое-что другое, с чем я, будет сказано рад. Ветель однажды принес домой вот это. Это первый, можно сказать, плакат, первая фотография, такая вот нормальная, полномасштабная, на которой я увидел самого Виктора Цоя, помимо вот кассеты неизвестной песни. Я на самом деле долго не мог понять, что это в принципе такое, потому что на плакат особо не тянет, это картон, и вот эта вот линия меня очень смущала, мне все время казалось, что это было взято с какого-то винила, то есть виниловые обложки, они были примерно такого же размера, и тоже на них были вот подобные штрихи, но лет 10 спустя уже в интернете я смог найти похожий плакат, оказалось, что это на самом деле просто плакат, и был он именно вот до такого вот размера, вообще может быть он был длиннее, он был здесь оторван, это уже я подрезал со временем, но вот когда я помню Ветель его принес, это было прям вообще охренеть, то есть вот Цой, собственной персоной на стенке теперь у нас висел, мы тогда могли реально считать уже прям фанатами кино, ну по крайней мере я, и мне очень прям вот нравилось, долгое время это была практически единственная фотография, вот, но уже в 98 году, когда мне исполнилось 10 лет, на мой 10-й день рождения однажды мне Илья сделал подарок, и благодаря ему я увидел вторую кассету из серии Морозы Рекордс группа кино, это альбом последних героев, вот именно эту кассету Илья подарил мне на десятилетие, я был просто несказанно счастлив, а стало это возможно благодаря тому, что его мама, я помню, одно время работала продавщицей, продавала именно вот эти вот кассеты на рынке, и благодаря ею сначала она, эта кассета оказалась у него, потом у меня, вот, и со временем вообще я как бы начал более-менее интересоваться группой кино, собирать вот эти вот альбомы, но знаете, я могу вам сказать, что в 90-е быть реально поклонником группы кино было очень тяжело, потому что абсолютный был какой-то информационный вакуум, по телевизору в принципе никогда особо нигде не говорили про Цоя, никогда не показывали ни концерты, ни передачи, ни фильмы, по крайней мере я за года за три с 95-го до 98-го вообще никакой информации о нем не видел и не слышал а когда заходил о нем разговор в принципе в быту что только не говорили говорили, что он и наркоман что он и там и курил там все, что можно курить и что он был панком и что он там сидел в тюрьме и что он там погиб при каких-то бандитских разборках это был просто кошмар и для нормальных поклонников Цоя в 90-х это было реально очень тяжелое время потому что если ты поклонник кино значит у тебя траур то есть никогда о нем не говорили вот в том ключе в котором о нем говорят сейчас вот это мне на самом деле знаете даже обидно что вот например сейчас когда наше поколение выросло и стало абсолютно свободно использовать его музыку показывать по телевизору в интернете очень много акций много CD-дисков изданий книг всего этого стало много потому что поколение наше выросло а тогда предыдущее поколение наше совершенно не разделяло нашу любовь к виктору Цою и поэтому наоборот никогда не выносило его на передний план и это очень жаль в 90-е даже знаете банальная вырезка из газеты была для меня например просто несказанным сокровищем который вот посмотрите вот маленькая совершенно маленький абзац в котором есть какая-то информация о том как Цой жил на самом деле это было просто блин на вес золота я помню опять же там через год снова когда Илья ездил в Крым в Крым на Украину и привез оттуда для меня опять же вырезку из газеты где было написано что Цой погиб в 90-м году а не в 89-м как все считали в нашей компании и за это ни в коем образом не хотел мне эту вырезку отдать едва согласился выменять ее на аудиокассету кстати вот такую же ТДКшную где она вот такую вот ТДКшную кассету я ему пообещал со сборником компрессия Цоя в обмен на эту маленькую вырезку всего лишь клочок бумаги но на нем была столь ценной информации ради которой не знаю я был чуть ли не готов на все вот это на самом деле просто дичайший парадокс и слава богу что сейчас такого нет и вот наверное именно из-за такого вот информационного вакуума как раз вот в том в 97-м 98-м годах для меня в принципе увеличение группы Энфино стало чем-то сроднее коллекционирование то есть для меня собрать несколько кассет от того же Мороза даже самописных кассет которые Ветель приносил услышать полные версии песен тех самых песен которые на Ветель самописках были записаны не до конца а очень прям было интересно услышать вот например была у него запись песни видели ночь в которой второй куплет обрывался и мне было просто очень интересно услышать песню целиком найти ее всеми правдами и неправдами но чтобы она была у меня в записи на кассете вот именно это наверное во мне породило вот такую вот киноманию то есть именно вот результат моих трудов многолетних за много лет видите все вот эти вот кассеты я собирал в течение 12 и 13 и 15 лет именно эта страсть коллекционировала наверное из подбив на меня собирать все это и вот наверное именно из-за этого увеличение группы к кино сформировалось во мне как перекрывающие абсолютно все остальные в музыкальном плане и даже в плане коллекционирования но на самом деле бывали такие редкие подарки нашего телевидения которые тоже были на вес золота когда впервые я посмотрел иглу в 98 году это было 18 марта настолько это было для меня значимое событие что я всю жизнь запомнил эту дату когда на 15 августа 98 по телеку по каналу ТВ6 показали концерт памяти Цоя Звезда памяти солнца из которого я многие узнал факты из его жизни которых не знал это все таки было конечно но этого было настолько ничтожно мало что в моем альбоме который я собирал а я собирал альбом с вырезками про Цоя с фотографиями и всем прочим долгое время всего несколько страниц было заполнено из того что я о нем узнал поэтому слава богу что сейчас с этим нет проблем и для нынешних поколений сейчас уже приятно осознавать что музыка Цоя является поистине народным достоянием что с каждым годом его поклонников становится все больше а мы тогда прям это было для нас тяжело и я через это прошел и для меня как для поклонника группы кино который никогда в принципе не мог побывать на их концерте благодаря нынешним реалиям было просто фантастически что можно было побывать на концерте пусть и не полносоставного но симфонического кино услышать живую гитару Юрия Каспаряна увидеть его своими глазами а не по телевизору просто прикоснуться к тому что всегда было как будто бы в другой какой-то реальности вот за это нынешнему времени конечно огромное спасибо мне в детстве такое бы просто даже в самом прекрасном сне не приснилось ну и благодаря в принципе музыке Цоя я и сформировал собственными музыкальными вкус в котором сейчас уже лет как 15 пишу собственные песни по чуть-чуть правда и совсем так себе но все-таки пишу и поэтому спасибо ему за это и наверное на этом мне особо больше рассказать вам нечего потому что именно так и сформировалась моя музыкальная так сказать составляющая душевная в 90-х годах которая идет бок о бок с моими видеоигровыми увлечениями в общем что могу сказать спасибо нашим старшим братьям спасибо нашим отцам за то что прививали ну по крайней мере пытались привить нам любовь к хорошей музыке и пусть не всегда наши вкусы совпадали но они так или иначе помогли нам во всем этом разобраться спасибо вам что смотрели это были мои кассетные воспоминания пусть они были немного сумбурные но надеюсь вам понравилось спасибо тебе Стас желаю тебе удачи от ли побольше отличных видео а мы с вами еще увидимся с вами был Криноман заходите на Криноманию играйте в Денди и слушайте хорошую музыку всем удачи и счастливо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok